Дорогие друзья, в этом году темой традиционной конференции Российского исторического общества в рамках Восточного экономического форума выбрана история борьбы стран Азии с колониальной политикой и ее последствиями в экономической, политической и социальной сферах. Давно назревший переход к новому многополярному миропорядку неизбежно сталкивается с сопротивлением со стороны бенефицаров прежней неоколониальной системы. Чтобы преодолеть этот барьер на пути к более справедливому мироустройству, необходимо обратиться к истокам убежденности так называемого коллективного Запада в своем праве на установление глобальной гегемонии. Эта уверенность, основанная на неуважении к другим народам и культурам, нередко диктует странам Запада глубоко ошибочные шаги, направленные на сохранение своего якобы привилегированного статуса. Ложные тезисы о безальтернативности западного пути развития и исторической предопределенности доминирования Запада в международных делах уже причинили немалый ущерб и страдания всему человечеству. Поэтому сегодня так важно обобщить опыт национально-освободительных движений в странах Азии, проанализировать роль Советского Союза и его партнеров в ликвидации колониальной системы, сосредоточиться на примерах межгосударственного сотрудничества незападных стран. Следует также выработать альтернативные принципы мироустройства, основанные на взаимном уважении и суверенитете и подлинном равноправии всех участников международных отношений. Столь же серьезным вызовом, безусловно, являются и неоколониальные подходы в сферах образования и науки. Необъективность, перерастающая порою в шулерство при рейтинговании ведущих университетов мира, препятствование развитию национальных систем образования и недобросовестное переманивание талантливой молодежи из стран Азии и Африки превращают многие незападные общества в вынужденных доноров интеллектуального капитала. Рассчитываю, что сегодняшняя конференция позволит по-новому взглянуть на эти непростые вопросы, поделиться наработками членов российского исторического общества в части изучения истории колониализма, обменяться экспертными мнениями и извлечь из прошлого полезные, востребованные уроки. Желаю вам успехов и всего самого доброго!